Алтфаги в курсе, что я не особо люблю слишком солнечные, это любимые всем Гавайи, и пустынные карты. Но Kuwait предлагает уникальный игровой процесс и больше похоже на карту для выживания, чем для ПВП. Оружие редкость, а пластик необходимость. И в этом видео я хочу совместить советы по типу гайда и заодно сделать небольшой обзор, а то уже наплодил видосов. Хорошо. Первый шаг после появления это движение к самой ближней локации. Города могут показаться приоритетными, но это не обязательно. Теперь вы должны собирать все ресурсы, которые видите. В отличие от других карт, здесь они действительно важны. Не обязательно все крошить в шины и бинты, по привычке, потому что наша задача не убивать зомби, а обзавестись жильем. Тем более зомби дают всего-то 1 единицу экспы. Но нужно быть аккуратным. Даже на легком уровне сложности могут появиться зомби раннеры, плевальщики, горящие, которые очень быстро догонят и откусят кусок пятой точки. После первой локации нужно обзавестись оружием ближнего боя. Очень хорошо, если это будет топор. Ищем пальмы. Желательно двигаясь к северу, где сейв зона и дед зона. И делаем свою первую коробку. Не беспокойтесь, двери не смогут открыть другие. Теперь, когда у нас есть хата, можно заняться улучшением дома. Можно посетить строительные площадки, чтобы раздобыть кирпичи и кирку. Кирка действительно крутой предмет. Если вам повезло, то сразу бегите в магазин для дайвинга. Костюм и баллон облегчат задачу. Теперь можно опереться на военку, чтобы срастить GPS. Когда GPS будет на руках, то сразу плывите вот сюда. Здесь под водой можно найти хорошее количество кирпичей. Хорошо, теперь у нас есть много кирпичей и можно улучшить свой дом. Открываем пакеты в окне крафта. Теперь можно просто заменить пальмовый материал на кирпичный. На этой карте нет металлических строений, но есть металлическая дверь. Делаем замену всего для лучшей защиты. Кирпичная база это конечно хорошо, но ее тоже можно улучшить. Для этого нам нужна дед зона. Самое время начать подготовку. Из пяти металлических кусков делаем ведро и премся на Burgan Oil Fields. Это месторождение нефти. И начинаем с бочек собирать нефть. Идем на вышку, активируем огонь и делаем пластик. Для изготовления потребуется огонь и первый уровень готовки, поэтому не забудьте вкачать. Я собрал примерно 30 единиц. Для изготовления фильтров нужны ткань, железо, пластик. А для изготовления противогаза то же самое плюс два фильтра. Ну и конечно нужно вкачать в крафт на двоечку. Теперь можно идти в дед зону и добывать спектральный камень. После возвращения домой снимаем все кирпичные элементы и улучшаем в спектральные. И да, нам понадобится крафт третьего уровня. Все же последнее улучшение. Сам по себе спектральный камень выглядит очень классно, он переливается. Теперь рейдерам понадобится куда больше ресурсов для взлома вашей хаты. В целом рассказывать про клеем флаги и сейфовые двери я думаю не нужно. Теперь к рейду. Из рейда у нас есть Эхо, Мираж и классический Си-4. Его крафт чуть попроще здесь. Всего лишь пластик и сырая взрывчатка. Можно юзать новую пуху Гальванайзер. Ну для рейда она так себе и на самом деле можно улучшенные батареи использовать, но по урону я думаю лучше не юзать. Она редкая, плюс еще нужно заряжать батареи. А ионизированные водоросли можно собрать в дед зоне на дне океана. Примерно вот тут. Можно улучшить Си-4 до ИМП. Дикие гранаты, которые наносят свыше тысячи единиц урона. Без учета защиты зданий. В итоге примерно это 625 единиц. Для крафта потребуются оранжевые батареи и оранжевые модули. Их можно найти в любом здании дед зоны, достаточно разбивать призрачные предметы и убивать зомби. Дед зона сама славится большим количеством энергетических материалов и их больше нигде нельзя найти. Поэтому уничтожайте зомби, призрачные вещи, чтоб получить необходимые предметы для крафта. Также можно сделать два типа генераторов зомби. Один для оружия, в основном редкого и рейдового, а другой для предметов. Это если лень фармить. Ну, убивать по сотке зомби такое себе. Что могу сказать о геймплее? Он здесь сложный. Опыта с деревьев не пофармишь, да и зомби бить приходится, чтобы выжить. Валюта используется на ура. Нашел пачку денег, купил напитков в автоматах и считай, что жизнь удалась. Карта заставляет тебя все время двигаться, и если знать базовую информацию, то все будет попроще, нежели если ты просто сюда зайдешь. Мне нравится, что она заставляет вспомнить игрока о многочисленных возможностях и механик игры, которые мы пропускаем или иногда вообще не используем. Песчаная буря выглядит красиво, а встречать рассвет на берегу вообще одно удовольствие. Не обошлось ей без мистики в дед зоне. Ну и конечно целый остров NPC. Несмотря на то, что я не адую предпочтений арабской культуре и не люблю пустыни, мне карта очень даже зашла. Шлепа на самом деле не так опасен как зомби, особенно военные. Поэтому рекомендую ознакомиться на режиме нормал или хард, без каких либо китов и модов. Ну а с вами был Эстерн, спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал и делись своими впечатлениями в комментариях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok